Доброе время суток, уважаемые подписчики нашего канала! Мы решили немного отвлечь вас от темы пауков и сегодня, а это подчеркну 10 декабря, мы в гостях у Сергея Евдошенко, чья профессиональная деятельность уже более 20 лет связана с изучением чешуекрылых. Сергей начал заниматься данной группой беспозвоночных еще со школьной скамьи. Со временем детское хобби переросло в серьезное увлечение и научную деятельность, которую Сергей осуществлял в период работы на биологическом факультете вуза на протяжении 16 лет. В гостях у Сергея сняли много материала, все в выпуск мы добавить не можем, поэтому если вам тема будет интересна, пишите в комментариях, тогда будем развивать данное направление, тем более опыт разведения чешуекрылых у нас тоже имеется, а тем для видео уйма. Сразу прошу извинить за музыкальное сопровождение на заднем фоне. Дети, что поделаешь. Итак, сегодня в данном видео мы поговорим и продемонстрируем особенности выращивания гусениц на искусственной среде и способы окукливания бражника. В условиях средней полосы выращивание различных видов чешуекрылых в осенний, зимний, весенний период, как правило, сгруднено в связи с отсутствием в природе кормовой базы, их натуральных кормовых растений. Однако данную проблему можно решить путем использования искусственных питательных средств. Ряд видов, такие как, например, бражник, мертвая голова, могут быть успешно выкормлены при помощи искусственной питательной среды, что мы сейчас вам и продемонстрируем. Искусственная питательная среда представляет собой вот такую субстанцию наподобие хлеба. Ее можно удобно резать ножом на кусочки желаемой формы. Вот мы содержим гусениц в пластиковых контейнерах. Сейчас мы покажем, как происходит замена искусственной питательной среды. Значит, вот мы удаляем экскременты гусениц, помещаем гусеницу на место, помещаем в контейнер кусочек искусственной питательной среды, закрываем и ставим. И дальше переходим к следующей гусенице. Как видим, что при подобном выращивании мы существенно экономим пространство, необходимое для нормального роста и развития гусениц. Поскольку, в данном случае, гусеницы могут находиться в непосредственной лице друг от друга, и при этом на них не будет сказываться эффект плотности. При культивировании в лабораторных условиях чешуек-рылых, окупливание которых требует наличия определенного субстрата, такого как почва, либо древесные опилки, либо кокосовый рун, часто возникает проблема того, что при куклевании в небольшом объеме гусеницы могут травмировать друг друга. Поэтому необходимо использовать либо большое количество контейнеров, либо контейнеры большого объема, и соответственно нам потребуется значительный объем субстрата. Данную проблему можно также решить путем использования одноразовых пластиковых контейнеров, в данном случае 125 мл, и бумажных полотенец. Вот сейчас мы продемонстрируем окупливание гусениц бражника мертвого голова. Здесь, кстати, у нас представлено два вида. Ахеронтия атропос, вот более крупные гусеницы, выращенные с использованием искусственной опятенной среды, и гусеница Ахеронтия стикс, выращенная на кормовом растении. Значит, вот как выглядит данный процесс. Берем гусеницу и заворачиваем ее в два бумажных полотенца. Почему именно в два, поскольку гусеница будет выделять при докупливании достаточно большое количество воды, в небольшом объеме это может вызвать ее утопление. А при использовании двух бумажных полотенец, они смогут поглотить достаточное количество влаги, и при этом будет создаваться влажная камера, необходимая для успешного окупливания гусеницы. Продолжение следует... По завершении этого процесса необходимо поместить контейнеры в темное место. Я не говорю, что это обязательное условие, но оно крайне желательно для того, чтобы гусеница быстрее почувствовала себя в естественных условиях и приступила к окукливанию. Гусеницы этих вражников достаточно мощные и могут открыть крышку контейнера, если мы не позаботимся о ее фиксации. Это можно достичь путем того, что мы придавим контейнер при помощи какого-то более тяжелого элемента сверху, либо будем использовать скотч. Вот в данном контейнере мы уже видим, что процесс окукливания завершен и хорошо сформированная куколка лежит в своей колыбельке. Кто по полу? По полу у нас, как я вижу, мальчик, самец. Благодарим всех за просмотр очередного выпуска нашего канала. По вопросам культиверения чешуекрылых при обретении обмена живым материалом вы можете обратиться через ВК-группу бан живых культур чешуекрылых, а также по ММ. Вся необходимая информация будет представлена в описании видеоролика. Подписываемся на канал, ставим лайки, жмем колокольчик. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok